всем привет в ремонте раритетный утюг если у него название сейчас вам скажу а есть бт 1012 220 гос 2017 и что-то 87 год до 1 киловатт утюжок и что же с этим утюжком не греет давайте рассмотрим такой случай пока что вижу один винт попробуем открутить и добраться внутрянку посмотреть работал работал и отказал хозяйка пришла горит плачет сделать пожалуйста утюг не знаю не знаю вводим ли он для ремонта или не годен изолента отрезаем а пока что разборка выглядит сложной части так где еще вот еще винт спрятали материал такой не пластик а уже за материал как его назвать пластмасс все-таки надежные советские вещи дадим вторую жизнь старым вещам такой лозунг кричу сегодня вот так все сделано добротно все от руки разбирается пламывать пыли грязи вот так интересно чет это я полопалась подломилась будет склеить назад поставить начнем кому проверим провод сперва сперва нету есть нету значит не на входе переломчик значит дальше он выглядит цельной кроме от этой скрутки здесь есть круточка вот эту скруточку надо проверить нету тут пайки просто мне кажется скрутили проводки кто же ты так же монтировал вот без спайки не годится провод окислился и контакт стал пропадать так так что ты утюг не переживай твой век еще не закончился будешь еще работать и радовать свою хозяйку своей безотказной работы а сейчас утюги продаются одноразовые как выяснилось он не такой красивый утюжок классика но свое дело делает интересно сколько он еще может проработать эту ютюг у него запас надежности так скажем вот отремонтируем и посмотрим сколько же он еще проработать проработает она еще дофига лет пробаивает замотали теперь надо сюда 220 приходит но похоже ты на сгорели сразу столько поломок так что можно предпринять очень грамотно сделано видим какое тут залежи дерьмо дерьмо так замерил значит целостность тэна прямо тут показывает 46 ом значит терморегуляторы дело так давайте попробуем впадать напряжение так а здесь надо на что-то подставку какой-то брусок деревянный вот ключ так ключа так проверочная жидкость так убавлять сюда да чтоб слабо влево да вот потребление идет а теперь 0,5 ампира вы давите вместе а ну 1 киловатт так и есть так все можно собирать все отремонтировали так на этом этапе соединение провода вот вот эта штука разломилась она у тебя сломанная зачем она нужна здесь ну для чего-то нужна так сделаем поджимающую пластинку я вон в конце видео когда буду подводить итоги скажу почему часто горят утюги вот подобного плана это самое часто распространенное что провод или еще что-то там перегорает почему это происходит так железная никуда не денется прижали задник нормально открываем сейчас отрегулируем обороты хлопок синтетика так включилась лампочка подождем пока выключится и с ним температуру так отключилась проверим температуру это у нас будет синтетика 40 градусов так отключилась тройка смотрим 120 градусов все выключаем ну и самое главное давайте подведем итог почему происходит перегорание проводов и вот такого план неисправности происходит это потому что вот такой кабель плетен он имеет свойство скручиваться и хозяйка когда начинает гладить не расправляет провод и вот он с такими накрутками как попало весь закрученный включаем розетку один киловатт не шутки здесь образуется перегрев местный и провода выходят из строя не допускайте скручивания проводов всегда перед тем как начинаете гладить проверьте провода чтобы не были не имели витков и и тогда все будет нормально это касается любых утюгов спасибо за внимание подписывайтесь кто не подписан на канал всех приглашаю много интересного полезного уже на канале переходите смотрите не прощаюсь а